Увага замежных гостей, пракаванная до опыту работы по переодоле наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Размова об дезактивации территории, работе системы радиационного контроля, ахоуных мероприемств, накерованных на вытворчасть продукта ухарчавания. Родные местины гэтых японских дятей потерпели от наступства катастрофы на АЭС Фокусима-1, як некалей наши земли от Чарнобыля. Украине у заходящего солнца сутыкнулись с тыми ж проблемами, які у Беларуси выращались отры опошней десяти годзи. Те рот наиболее актуальных, як вернусь місцовы жахаро, які покинули свої дамы пасля аварии, як навушить тих, хто застался жить у нових умовах. К сожалению, в Фокусиме еще остается вот эта радиофобия, страх перед аварией, перед последствиями этой аварии. Поэтому для детей очень важно посмотреть, как проживают дети, как проживают взрослые, каким образом наше государство преодолевает последствия катастрофы на Чарнобыльской атомной станции, каким образом у нас проводится работа среди населения, как наши дети оздоравливаются и как проживает наше население на этих территориях с поддержкой государства, с поддержкой нашего президента, нашего правительства, потому что у нас действительно очень огромный опыт работы за 30 лет. После катастрофы на Чарнобыльской АЭС Япония постоянно допомогала нашей краине и Хомельской в области у приватности. Специалисты оказывали медико-техничную подтримку у реабилитации потерпелых от радеяции районов. Тогда никто и не думал, что, коли-нибудь, Японии придется свернуться за допомогой у вращения подобных проблем до нас. Зараз у Японии выкористовываются белорусские вымиральные приборы для возношения радеактивного фону, а дети с потерпелых регионов проходят оздоровление у нашей краины. Мы побывали в Хойникском районе, на загрязненной территории, и всё, что я там увидел, как измеряют уровень радиации в продуктах и всё, чем у нас там научили, я обязательно хочу рассказать, когда вернусь в Хойниконию своим друзьям, своим родственникам. Гости отзнашили, у Беларуси, саправдой, шмат зроблено для развития шарнобыльских регионов, и это опыт обовязково спотребится японскому народу. До того же, разом справляться с наступствами трагедии значительно простей. За три минуты и десяти годы Беларусь переканалась на особистом в опыте, что только комплексная суместная работа державных уладов, новуковцу и насильництва, круг за кроком позволила нам переодолеть так званую родеофобию и организовать беспешное проживание людей у потерпелых от Шарнобыльской авары районах. «Очень важно, что они побывали в пострадавшем районе, видят, как люди живут спокойно, мирно, и они видят, как дети играют с большой улыбкой. И дети поняли, что все еще идут вперед, несмотря на такую трагедию. Я думаю, что в этой поездке у детей появилась уверенность в том, что можно восстановить свою родину». Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадуя компания «Омель».